Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Вчера, наконец-таки, получил свою новую палаточку для моих будущих поездок. И вот сейчас решил ее собрать и показать вам вообще, как она выглядит, на что она похожа. Палатку я заказывал с Новой Зеландии, с подачи одного блогера из Австралии. Я ссылку на него кину в описании. У него есть точно такая же палатка, только однослойная. Я себе заказал двухслойную. Ну, из-за конденсата, сами понимаете. Двухслойная она будет лучше. Масса этой палатки 842 грамма, я вчера замерял. Ну, давайте я вам сейчас покажу, на что она похожа. Я во дворе ее собрал. Так, друзья, вот вы видите эту палатку сейчас. Так вот она выглядит. Это одноместная трекинговая палатка. То есть у нее нету своего этого, как бы, скелета. То есть она стоит на трекинговой палке. Ну, или просто палку можно отдельно докупить. Я заказал себе еще отдельно карбоновую палку, чтобы облегчить массу. Соответственно, скоро должна прийти. Вот так вот она выглядит. Давайте посмотрим, что у нее внутри. Так, вот. Здесь вход довольно-таки большой. Давайте я сейчас сяду перед входом и покажу вам, как вообще я буду смотреться на фоне этой палатки. То есть... Вполне себе нормально. То есть можно сидеть, можно что-то готовить. Как вы могли сейчас заметить, то есть, ну, вполне нормально. Могу сидеть в полный рост, то есть не сгибаясь. Могу что-то готовить. Вот здесь вот такой небольшой, как бы, там сюда можно поставить, допустим, горилку с газовым баллоном. Тут еще, в принципе, тамбры есть. Сейчас я вам его покажу. Давайте я сейчас... Давайте я сейчас застегну его сначала. Так. Надо еще наловчиться немножко. Так. Вот так вот, друзья, выглядит теперь палатка полностью застегнутая. Наверное, вам интересно все-таки будет посмотреть, как оно чувствуется внутри. Насколько большой тамбур и все такое. Давайте сейчас мы переместимся тогда внутрь. Так, я сейчас полностью внутри палатки. То есть я сижу, можно сказать, в полный рост. Ну, в принципе, посидеть вот так, даже дождик переждать вполне себе, вполне себе можно. Ну-ка, давайте я сейчас покажу вам тамбур, насколько он большой. Скажем, вот здесь у меня стоят ботинки. И вот здесь, в принципе, достаточно большой тамбур, чтобы даже положить рюкзак какой-нибудь или там шлем от мотоцикла, скажем. Или просто даже здесь готовить. Поэтому, да, палатка, конечно, все равно без шика. Шиковать, конечно, в этой палатке не будет. Но чисто для отдыха она более чем достаточна. Есть, конечно, китайские аналоги. Там три что-то там фулгерли, что-то такое, да. Ланшайн, по-моему, как называется. Она вроде как, судя по видосам, она вроде как побольше, чем эта. Но, опять же, у нее и объем будет, и масса тоже побольше. Учитывая, что это двухслойная палатка, то, в принципе, нормально. Именно для сна места здесь более чем достаточно, по крайней мере. Ну, мне, я думаю, хватит. Так как я путешествую буду все равно налегке, у меня будет всего один рюкзак и шлем, что мне, в принципе, нужно будет прятать от дождя. А все остальное больше у меня ничего и не будет, так скажем. Поэтому для сна шикарно. В принципе, да, вот если лежать, спать, то вот можно, ну, вполне себе нормально. В ногах места хватает, по высоте тоже хватает. Опять же, преимущество этой палатки, знаете что, ребят? Что неоспоримое преимущество, что эту палатку можно использовать только тентом. То есть, если москитку можно вообще не одевать, можно просто под тентом находиться, скажем, даже, если дождик какой-то пошел, быстренько тент накинул, там его устанавливать в пару минут буквально, и все, можно под дождиком отсидеться и пожрать себе что-нибудь приготовить. В принципе, как-то я ее поставил пока, сейчас немножко тут криво, ну, это, по крайней мере, внутрянку немножко криво поставил. Ну, первый раз еще не навлатыкался, как вообще это все ставится, все, так скажем. Поэтому немножко и получилось так. Ну, в общем, да, по деньгам теперь, сколько мне обошлась эта палатка. То есть, я вместе с палаткой заказывал палку алюминиевую, то есть, она идет изначально без палки, и этот вкладыш от Seattle Summit для спального мешка. В общем, все вместе мне обошлось 250 евро плюс... Нет, не 250, 205, пардон. И налог я заплатил еще 60 евро сверху. Вчера на почте, когда... Не на почте, а на таможне забирал посылку. Налог мне насчитали еще 60. Ну, в общем, 260 евро мне все вместе обошлось. Осталось еще дождаться карбоновую палку, подушку от Seattle Summit. Ну, в принципе, все у меня есть, и останется только еще этот фильтр для воды купить. И все, и у меня вся снаряга, в принципе, собрана. Можно будет потом сформировать рюкзачок, делать обзор. Так что, и ждать весны. Так, давайте еще раз. Вот я лежу, скажем, если здесь... Сколько места тут? О, я не знаю, видно, нет? Вот еще возле меня место. Тут можно что-то положить. Ну, или даже если сюда ничего не класть, то можно очень даже, очень даже нормально, комфортно развалиться спать. То есть, ну, для одноместной палатки, ну, блин, больше, чем надо. В принципе, в палатке днем-то находиться не будешь. Палатка это исключительно как спальня, да? Спальное место. Так что, нормально. Конечно, хотелось бы побольше. Я думаю, вообще, если тема у меня зайдет, я потом посмотрю в сторону какой-нибудь крутой палатки, там, типа, из Дайнима эти, от Zipax или что-нибудь такое. Ну, они, падла, блядь, дорогие. Там одна палатка одноместная, по-моему, 500 с чем-то долларов стоит, плюс налог, если заказывать в Америке. Короче, пиздец. Дорогое удовольствие. Ну, я говорю, если тема зайдет, тема зайдет, если мне, в принципе, этой хватать не будет, те палатки, они немножечко побольше, и у них масса 600 грамм, там, или 500 с чем-то грамм за палатку вообще. То есть, в два раза меньше, легче, чем вот эта палатка. И объем больше. Так что, ну, я говорю, это я попробую сначала, покатаюсь с этой, а там видно будет. Вот так вот. Я надеюсь, ребята, вам видос понравился. Поэтому, если понравился, обязательно ставьте лайк. Если не понравился, ну, ставьте дизлайк, если хотите. Хотя лучше поставьте, потому что даже дизлайки, это полезно для канала. Ну, и также оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Вилли, канал Мотохайкер. Увидимся в новых видосах.